Апокалипсис Смарт-сити роутс — это решение по транспорту, на основании данных по этому же транспорту. То есть конкретно наш продукт, он занимается подсчетом количества транспорта на определенных точках. То есть и на основании этого мы можем оптимизировать светофорные циклы, например, что может повысить пропускную способность развязок. Ну, например, на процентов 20, это миллионы человека часов, то есть экономически это огромные деньги. Вот, и мы делаем до этого первый шок. Мы считаем машинки. Мы занимаемся популяризацией новых методов сканирования, создания 3D-моделей и, собственно говоря, сохранения архитектурного наследия как такового. То есть мы создаем 3D-модель, по которой можно впоследствии ее использовать для того, чтобы снова как бы воссоздать утраченные когда-то и в будущем какие-то элементы декора. Если мы говорим о статуях, то это могут быть какие-то элементы статуи. По ним даже можно производить замеры. То есть если, допустим, у вас нет возможности приехать на объект и сказать, что вот эта штука была 30 сантиметров, вы можете по модели, в масштабе сказать, что вот эта штука была 30 сантиметров. Вот монтажишь, сидишь, монтажишь, стоя. Захотел, присел. Захотел, обратно встал. Класс. Я приехала. Сегодня я презентую умный рюкзак. Рюкзак, который с помощью цифрового замка и алгоритмов предотвращает кражу. Мы ориентируемся на женский сегмент. Это классический саквояж. За 100 лет он не менялся, поэтому мы интегрируем сюда замок. Можно с мобильного приложения его открывать или закрывать. И также можно с отпечатка пальца. Владелец может с помощью приложения зарегать свой палец. И когда он нажимает сюда, сумка авторизирует его. Он нажимает и она открывается. Те проекты, которые приходят к нам, если это уже готовый стартап, то есть хотя бы минимальная какая-то команда есть и прототип у них есть, очень все-таки важным и ключевым моментом является как сам продукт, но больше сама команда. Насколько лидер болеет своим делом, насколько он способен удержать команду, сплочить их и заразить этой идеей, и поддерживать в трудные времена, и помогать им верить в это все и идти дальше. Ааа, без проиграания. Конечно, сложненько, но у вас... Прям под маникюр. Спасибо. Мы запустили проект под названием «Каратель». Что такое «Каратель»? Это мобильный додатчик, из-за которого можно поскаржить на ряд правопорушений. Цю информацию получают наши юристи. В имени нашей организации мы отправим заявление в орган влады, или обязаны это право усунуть. И когда получаем ответ на наше заявление, мы его подвантажем в систему и можно использовать в мобильном додатчике на своем смартфоне и переглядить результат его заявления. Ну, на самом деле, сейчас уже искусственный интеллект проникает практически во все сферы и бизнеса, и жизни, и email-рассылки не исключение. Мы детально изучаем то, как человек реагирует на письма, когда он их открывает. Таким образом, максимально стараемся для каждого подписчика отправлять в нужное время рассылки. Мало того, что это не только email, а и другие каналы коммуникации. Это может быть vpush, sms и другие мессенджеры. То есть, на самом деле, неважно, через какой канал мы отправляем, и искусственный интеллект может выбрать тот вариант, канал, который максимально эффективен в данный момент. И человек, вне зависимости от канала, он получит важную для него информацию. И таким образом, вот искусственный интеллект помогает выбрать и точное время, и точный посыл, контент, который ему отправлять, и непосредственно сам канал, через какой канал коммуникации лучше отправлять то или иное сообщение. Таким образом, автоматизируем максимально рассылки. Ну, разные виды рассылок, только email. На самом деле, фраза «Мама, я в YouTube» не была никогда настолько буквальной. Так что подписывайтесь на КПИТВ, ставьте лайки и оставайтесь вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok